Добрый вечер. Мало кто обратил внимание на это сообщение. На излете трудовой недели, то есть буквально уже три дня тому назад, как раз на пороге выходных, когда информационный накал спадает до такого, знаете ли, туристического любопытства цен на шашлыки и мангалы, мэр Собянин успел шепнуть себе под нос, что за два года его одухотворенного руководства городом дороги стали в десять раз лучше. То есть дословно он эту мысль выразил несколько иначе. В общем, он сказал, что касается локальных разрушений, то за два года их стало в десять раз меньше. Вполне ожидаемо, что спущенный нам сверху любимый руководитель, который всю зиму лично, как товарищ Киммерсен, учил работяг махать лопатой с ладошки и гречневой кашей зимой кормил ночью. Ну, было, по крайней мере, это в хронике. То есть он, как товарищ Киммерсен, лично руководил процессом, махал лопатой, хватался за инструмент, всячески дружил с пролетариатом. То есть вполне было логично, что, победив снегопады, он был также обречен на успешное качество асфальта. Человек умело повлиял на него, на асфальт, ну, немножечко на керамическую плитку мы тоже с вами знаем, по крайней мере, помним об этом. Ну, возникает сразу несколько вопросов к Киммеру. Во-первых, означает ли сокращение дырок в 10 раз, что приблизительно хотя бы настолько же, то есть в 10 раз сократились откаты крышующих организаций? Сократились ли в 10 раз взятки за выигранный тендер? Ну, или, например, сократилась ли в 10 раз норма прибыли подрядной организации? Вряд ли, конечно. Зато, скорее всего, это все означает, что в 10 раз возросла, как минимум, квалификация рабочих. В этом сомневаться не приходится. Тем более, когда такой пример, все-таки мэр, он вот зимой геройствовал. Почему бы это не дало результат на протяжении двух лет? Скорее всего, в 10 раз стал лучше битум, заливаемый в лужу. Ну, и наверняка, предположу, в 10 раз надежнее стал топиться покрываемый асфальтом снег. При этом не забывайте, что вот эти локальные разрушения, упомянутые мэром Собяниным, это, скорее всего, ямочный ремонт, которого по ГОСТу не существует. По смете это не проведешь. То есть это очень серьезный, очень трудоемкий процент в 10 раз улучшить качество дырок в асфальте, при том, что, по большому счету, по смете это никак не отследишь. Там сметы более масштабные. Но это уже отдельная тема, если помните, мы все время касались качества асфальта и ямочного ремонта. Вопрос еще вот какой у меня лично. Почему грянуло именно 10-кратное Собянинское улучшение? Ну, почему не нашлось какой-то менее ровной цифры? Там 7 или там 12, 13. Почему именно в 10 раз? Причем число мне это знакомо. Не вспоминаете? Ведь то же самое творится на автовазе у Фофана с Туфтой. Там тоже в 10 раз сократилось количество обращений по поводу качества Жигулей. Вот, например, сейчас как раз пошла массовая Гранта. У Гранта есть приятная особенность. У нее клинит генератор. Причем довольно быстро, там где-то при пробеге порядка 25-30 тысяч километров. И причем, поскольку это является не недочетом самого генератора. Это порочность конструкции. Там убран натяжитель ремня генератора, поэтому ремень работает напрямую. Есть там всякие знакопеременные нагрузки. В результате один и тот же результат. То есть только один и тот же клинит этот самый генератор. И благодаря руководству товарища Фофана, да, вполне логично, что когда у 100% автомобилей есть один и тот же дефект, конечно, в 10 раз сокращается количество обращений. Я в эту цифру сразу верю. И это ведь на самом деле совершенно случайное совпадение, вовсе не говорящее о скудости фантазии лукавых чиновников или отчитывающихся сторон. Это просто совпадение. В Москве 10, в Тольятти 10. Цифра сама по себе абсолютно не виновата. Если за два года Собянин лично улучшил наши дырки в асфальте в 10 раз, означает ли это всеобщую победу? Вовсе нет. Но давайте маленький урок математики. В 10 раз это что такое? В 10 раз это на 1000%. В принципе, любая проблема после достижения отметки в 100% должна заканчиваться. Она исчерпана. Все, ты достиг 100% улучшения, изменения. Все, дальше плыть некуда. Поэтому 900% сверху, которые случились у Собянина за два года, это лучшее улучшение улучшаемого в цель дальнейшего улучшения. Потому что это говорит о том, что великолепно все. То есть дороги блистательные, ровненькие, аккуратненькие, чистенькие, красивенькие. Молодец. Но проблема не исчерпана, как выяснилось. То есть 1000% для решения вопроса оказалось мало. По крайней мере, сам Собянин об этом говорит. И вот на этом грандиозном совещании, где он так тихонечко шептал себе под нос о достижении, он сказал, на этот год стоит задача завершить ремонт всех дорог. И надо сделать так, чтобы количество локальных разрушений сошло к минимуму. Обалдеть. То есть еще непочатый край работы после того, как он лично достиг 1000% еще, оказывается, работать, работать и работать. Причем нужно завершить ремонт всех дорог. А ремонт всех дорог это в том числе 10 собянинских ударов. Помните, 10 сталинских ударов, когда нечаянно разгромились сами немцы. А у нас как раз 10 вылетных магистралей подвержены капитальному ремонту. Это надолго. Они в том числе и на лето идут с нарастанием интенсивности, поскольку всем на дачу, с дачи. А тут как раз, ребятки, ремонтик получите, это реконструкция дорог. И тем не менее, в совокупности, ВОЗ и ныне там. То есть получается, что 10 раз оказалось мало. То есть 1000% оказалось мало для того, чтобы заделать все дырки. И вот эти вот 1000% недостаточно. Значит, нужно как-то поднапрячься. 10 тысяч нужно 100 тысяч процентов. Есть над чем работать. И что, собственно, достигли-то? Что достигли? Достигли, если дырки остались, и еще работать и работать, а 1000% уже есть, то я предполагаю, что достигли всего лишь на все соответствие ГОСТу. Мы ведь единственная страна в мире, в которой есть государственный стандарт на дырки в асфальте. И если, улучшив на 1000% ситуацию с этими самыми локальными разрушениями, тем не менее, их еще много осталось, то, видимо, речь идет о том, что просто дырки в асфальте привели к государственному стандарту. По крайней мере, мне приходит такая мысль в голову. И еще вопрос. Значит, если вот эти 10 раз грянули, то, видимо, Собянин их где-то видел, как-то смог оценить. А дайте посмотреть мне. Вот потому что картина того, что я вижу вокруг, говорит об обратном. Нету никаких в 10 раз, то есть на 1000% улучшенных дырок в асфальте. И я вполне понимаю, почему Собянин отчитался об этом перед выходными, и именно сейчас, пока снег не сошел. Потому что, когда снег сойдет, вся эта 1000% будет смыта в канализацию. И будет понятно, что никакой 1000% нет. То есть, может быть, в 10 раз что-то ухудшилось, да. Но вот насчет того, что в 10 раз улучшилось, это совсем странно. Это вряд ли не похоже. То есть, когда человек апеллирует такими достаточно точными цифрами, хотелось бы посмотреть, на каких весах взвешивали. Какой измерительный прибор был применен для того, чтобы эти 10 раз стали таким вот убедительным результатом двухлетней работы. И понятно, что задача, конечно, Собянина была так шепнуть потише, чтобы это не очень разлетелось. То есть, с одной стороны, отчитался. С другой стороны, ребята, извините, если кто не расслышал. И вот тут же, на этом совещании, пока Собянин рассказывал о том, как все хорошо, ОАТИ — это объединение административно-технических инспекций. Это контора, которая как раз приглядывает за ситуацией с дырками в асфальте. Она сказала, что проблемы дырки в асфальте, они красуются на отремонтированных по плану города дорогах. Но, на самом деле, ОАТИ об этом сказала для того, чтобы успокоить общественность, поскольку гарантийный период, соответственно, те, кто эти дырки допустил, они их бесплатно и сделают. То есть, горожане, не переживайте, ваш бюджет — наш бюджет. В надежных руках все будет хорошо. Дырочки-то свеженькие, а не ток-ток. Вот буквально мы на пять минут отвернулись, и выяснилось, что вот эти самые дырки. Экликтичная картина. ОАТИ считает, что это были новенькие дороги, только что отремонтированные. Собянин говорит, что за два года все улучшилось на тысячу процентов. Вот только дырки остаются. Что новые, что старые. Вот что ни делай, все остается. Парадоксальная картина совершенно. Может быть, тут все дело в том, что это полное вранье? Что нет, а никакой тысячи процентов. Что картина на самом деле абсолютно другая. Потому что, когда сто процентов достигнута, проблема исчерпана. А когда тысяча процентов достигнута, то проблема не исчерпана. Зато, вот сейчас началась весна, соответственно, мы забудем о великолепном достижении московской мэрии. Причем ведь не забывайте, что Собянин, он считает себя действительно хорошим мэром. И если вот сейчас у нас Путин перестанет бороться с терроризмом, а назначение мэров, губернаторов у нас происходит именно потому, что это борьба с терроризмом. Не знаю, какой тут логический знак равенства стоит у нашей власти, почему одно связано с другим. Но если вдруг разрешат выборы, то Собянин совершенно искренне считает допустимым выставлять свою кандидатуру, потому что он настолько хорош, что, конечно, он выиграет эти выборы. Но впереди у нас Бирюковская покраска заборов. И, кстати, Бирюков уже нам пригрозил, что плитка опять будет, выкладывать ее будут узорчиками, и заборы красить будут. И для меня было долгие годы загадкой, кто ж тот человек с эстетической порочностью, предложивший красить бетон у нас во дворах. В прошлом году выяснилось, что это Бирюков, это у него вот такая казарменная юность. То есть дырки в асфальте есть, заборы покрасим, ну а Собянин, наверное, выиграет на выборах. Перерыв на новости. Телефон студии 65109,6, сейчас начнем общаться. От Олега пришло очаровательное совершенно сообщение. Я в прошлом году через Росяму заставил заделать три дырки у себя на дороге. Ну, понимаете, что имел место именно ямочный ремонт. Как итог, этой весной на этой дороге уже не три ямы, а в три раза больше по масштабам. Так что, если считать три раза за три года, это уже в 27 раз хуже стали дороги. Мне кажется, моя арифметика точнее. Да, вот видите, вы как наблюдатель и пользователь видите, что дороги стали в 27 раз хуже. А то есть Собянин, который живет немножечко все-таки не в вашем районе, он считает, что в 10 раз стало лучше. Потихонечку переходим к общению вожделенному. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Сергей Сипанович. Добрый вечер. Андрей, если я по отчеству, то ваше отчество? Можно просто Андрей. Тогда можно просто Сергей, иначе это просто с моей стороны невежливо. Скажите, Андрей, у вас во сколько раз улучшились дырки во дворе? Они наконец-то в асфальте стали похожи на ГОСТовские или нет? Вы знаете, я звоню из прекрасного города Твери. Так, как повезло вам. Да. Так вот, у нас асфальт сходит вместе со снегом. Естественно, у нас тоже. Да. Только при этом он у нас в 10 раз лучше вашего, как вот я только что узнал от товарища Собянина. Да. Ну вот вы знаете, я хотел сказать, что в основном у нас обсуждают Москву. Конечно. Самое главное в нашей стране происходит в Москве. У нас остальной страны за МКАДом уже нету. И Твер, в общем-то, не очень угадывается. Да, вот вы знаете, именно складывается такое впечатление, ну, при просмотре телеканалов и так далее. То есть, ну, все проблемы происходят в Москве. Представляете, Андрей, простите, что перебиваю. Представляете, если вдруг вам начнут рассказывать о том, что происходит в вашей области, в соседних областях, вы же либо в запой уйдете, либо за топор возьметесь. Поэтому у нас есть Москва, в Москве есть политические партии. Происходит улучшение лучшего в улучшении к лучшему. И нет никаких других проблем. О том, как у нас страна, мягко говоря, плохо пережила зиму. И какие у нас чудовищные перспективы по всем направлениям, мы с вами никогда не узнаем. Сегодня у нас Набиулина рассказывала о том, что если ей отдадут руки Центробанк, она наконец-то займется инфляцией и снизит ее до 4%. Хотя я слышал, что, кажется, она у нас уже 4%. Правда, я от независимых экспертов, от Делягина, например, Михаила, слышал, что она у нас 40%. Но Набиулина об этом не говорила. Она сказала, что мы опять придем к 4%. Замечательно. Вот главная проблема в стране. А всякие там дороги, ЖКХ, пенсии, нет такой проблемы. Сергей, я хотел бы поднять такую проблему, что касается финансирования. Я, например, читал интервью администрации Калужской области. Так вот, у них из одного заработанного рубля 15 копеек остается в областном бюджете, а остальное идет в федеральный центр, то есть в Москву. И всего одна копейка из этого рубля остается городу, ну, конкретно вот Калуге, например. То есть, представляете, остается одна сотая часть заработанных денег. А потом, Андрей, если Калуга проявит по отношению к центру лояльность, ей из федерального бюджета выделят деньги. Я не знаю, помните вы или нет в силу возраста, но когда Ельцин боролся с нашим первым президентом Горбачевым, то Ельцин как раз именно на этом построил свою политическую риторику. Он призвал регионы перестать платить центру с тем, чтобы деньги оставались в регионах. И именно на этом Ельцин как раз и очень точно сыграл, обыграв Горбачева. Потому что Горбачев, он стоял на позиции, на которой сейчас стоит нынешний федеральный центр из Сирии. Вы мне все отдайте, а я уж потом распределю. И как только регионы показали кукиш, вот тут же Горбачев слетел, а Ельцин встал. Вот как разворачивались события. То есть, я так понимаю, в ваших словах есть определенный намек, что пора бы этот сценарий повторить. Да, то есть город, вот конкретно наш город Тверь, то есть с одной стороны практически ничего не делается, но с другой стороны, вот по какой проблеме не позвонишь, например, очень часто приходится звонить по дорогам, по ямам, по каким-то другим проблемам. Так вот, один ответ звучит, что нет денег, что касается ям, что касается разметки, которую наносят, и через месяц она уже пропадает. Как, однако, в Твере интересно выглядит жизнь. Денег нет, но обращение граждан куда-то, по крайней мере, можно отправить. Да, и вы знаете, еще такой момент хотел сказать, вот скажите, правда это или нет. Я пытался информацию в интернете найти, что бюджет Москвы, дорожный бюджет Москвы, больше, чем дорожный бюджет всей остальной России. Это не совсем правда и не совсем неправда, потому что никто не знает, какой у нас у кого где бюджет, никто в принципе не знает вообще никаких бюджетов, у нас есть некая абстракция, принимаемая Госдумой под названием бюджет, но сколько денег, каких денег и куда движется, мы не узнаем никогда. У нас на дороге деньги идут федеральные, а также из целевых программ и из внебюджетных вариантов финансирования, из разных фондов. И когда у нас тот же самый Путин рассказывает о том, сколько потрачено на дороге, то расхождение с официальными данными очень большое. Вот, например, по 2012 году у нас порядка 700 миллиардов было отправлено на закопанном землю, ну, либо была попытка, по крайней мере, их закопать. А Министерство финансов говорило, что-то такое, ну, тихо мямлило про 200 миллиардов. То есть где-то еще, наверное, 500 миллиардов повисло в воздухе, либо они просто шли мимо Минфина. Да, и если верить статистике, вот была замечательная статья в журнале «Русский рапортер» по поводу количества построенных новых дорог. Так вот, в 90-е годы новых дорог строилось намного больше, чем в 2000-е. То есть в 2008-м или 2009-м году было построено, введено в эксплуатацию всего 300 километров новых дорог. Но при этом, Андрей, мы тем не менее с вами заложники очень кривого градусника. Когда мы апеллируем к статистике, неважно какого периода, но нашей официальной государственной статистики, скорее всего, это вранье. Вы помните, что у нас в стране, в принципе, когда-то вводились дороги? Вот на вашем веку. Что в золотые 90-е, я этого не помню, что в чудовищные 2000-е, я тоже этого не помню. У нас была одна дорога, построенная под лично товарища Путина, под его три желтые калины, которая уже развалилась, от Читы до Хабаровска, она уже развалилась. И у нас была еще пятикилометровка, это наша нанодорога в Сколково, она развалилась сразу. Вот и все. И когда нам с вами преподносят цифры и говорят, посмотрите, в нулевые построили гораздо меньше, чем в 90-е, а в 90-е строили. Знаете, в 90-е я не помню, что бы строили. Ну вот как-то мне не повезло, не заметил. Андрей, на какой машине вы ездите? Вы знаете, я недавно приобрел Nissan Note. Ой, хороший какой. А как он у вас в Твери выживает? У него же колесики не очень по размеру. Да, вы знаете, у меня вот у начальника Nissan Pathfinder, вот на нем еще как-то можно ездить. Правильно. Да, нормальная городская машина, такая тихая, мылолитражка, Nissan Pathfinder, чтобы хотя бы до магазина доехать или до дома. Да, с трудом. Во двор. Что? Или во двор пробиться зимой. У вас снег чистят, кстати, зимой? Вы знаете, у нас Тверь прославилась на всю страну, когда встала... М10, когда встала, и когда от вас все уехали чистить там. А вы, по-моему, тогда вообще утонули. Да, у нас просто один день город вообще не вышел на работу. То есть люди добирались до работы пешком, кто полтора, кто два часа. А ГАИ у вас выступило с предостережением? Граждане, не надо садиться за руль личных автомобилей, сдохните так пешком на лыжах. У нас был конец света, то есть не ходил полностью общественный транспорт. А зачем он вам? В принципе, как такового общественного транспорта у нас и нет. То есть он у нас есть, но в очень-очень малом количестве. А есть маршрутная мафия в маршрутке. Ну, это нормально. Да. То есть я их называю скотовозками. Не только вы. То есть, скажем, днем это вполне комфортные автобусы, вот. А в часы пик они превращаются в скотовозки. То есть дороги у нас... До какого часа вечера они работают? Они же не круглосуточные? Да, вы знаете, они работают до 10, но если повезет, до пол-одиннадцатого, до одиннадцати. А потом берешь лыжи и пошел. Да, а общественный транспорт у нас вообще заканчивает ходить, ну, где-то в 9 часов вечера. А вам больше и не надо? Вам зачем? Город маленький, компактный. Дальше пошли в снежки, поиграли и достаточно. Да, для сравнения в Москве метро, насколько я помню, до часу ночи работает. Ну, пока до Твери не дотянули, но есть такая тенденция. Сейчас мы Москву сделаем единственным городом, пригодным для проживания в этой стране. Ну, и тогда с Тверю как-нибудь, может, объединимся. Ой, спасибо вам. Константин, здравствуйте. Вы дождались, Константин, пользуйтесь мгновениями. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Вот я сейчас съезжал с Варшавского шоссе на Симферопольку. Я к вас... Не разбили подвеску, нет? Да нет, нормально все. Каждый день езжу, вообще проблем нет. На самом деле, Варшавка очень достойная дорога, чтобы не говорил. И то, что там делают, я думаю, там очень хорошо все будет. Ну, я доезжаю до центра Москвы за полтора часа из Подольска каждый день. Это больше, иногда за час десять. Из Подольска? Ух, вы везучий. А на чем вы ездите? Вот, да. Собственно, вот сейчас я расскажу, Настя. Сейчас ехал... Там на самом деле перестали пускать фуры. Ну, вот то, что их говорили, что их перестанут пускать, их не переставали. Все ездило, как ездило, и все это ерунда. Если были какие-то локальные всплески того, что там не было ничего на МКАДе, это все как бы просто погрешности. Вот сейчас их перестали пускать на самом деле. И что там творится, вот если Яндекс.Карда откроете, посмотрите. Что на въезд, что на выезд. Они там стоят в три ряда, чуть ли не до крайнего левого. И, ну, проезд затруднен. На МКАД их не пускают на самом деле. Вот. А, значит, теперь на чем я езжу? Езжу я на Астре. Вот, J, одиннадцатого года. Хороший аппарат. 1.8 автомат. Ух ты, хороший мотор, кстати. Собственно, вот хотел узнать, что скажете про машинку, потому что, ну, так-то, в общем-то, мне все нравится. И обычно, когда что-то не так, то люди не звонят. Ну, просто вот интересно ваше мнение послушать про ее. Да, Константин, она еще будет у вас бегать и бегать. Тем более по реконструируемому Варшавскому шоссе. Асфальт становится ровнее, дороги становятся прямее, грузовиков становится, видимо, меньше. И Astra J замечательно. Тем более, мотор у нее очень хороший, удачный. Хотя на Астрах многие его ругают. Перерыв на новости. Для мужских разговоров с легкими вкраплениями женских реплик телефон 906510996. Это почему-то мне захотелось сразу свой мобильный назвать. Не получилось. Дмитрий, здравствуйте. Вы на связи. Алло, Дмитрий. Алло. Дмитрий, здрасте. Здравствуйте, дорогой Сергей. У меня, в принципе, вопрос по сравнительным характеристикам Dodge Ram и Toyota Tundra. Ух ты. А вы уже на этом ездите или вы только прицеливаетесь? Я прицеливаюсь, но это так в относительном далеком будущем. Ну, там, лет несколько. Дмитрий, забудьте про Toyota. Сконцентрируйтесь на машине под названием Dodge Ram. Посмотрите, как она стала красиво, блистательно и удивительно. Оцените варианты грузоподъемности. Там есть несколько очень любопытных нюансов. И потихонечку разнюхивайте варианты растаможки через Белоруссию на юридическое лицо, с тем, чтобы не разориться. Машинка из категории грузовиков, если Toyota Tundra, это, конечно, неплохо, это довольно интересно, но на фоне Dodge это подделка. Это попытка сыграть в американском классе, на американских стереотипах и очень неплохо придумана. Но Dodge Ram это настоящий грузовик. Это аналог нашего ZIL-130, только сделанный по уму. И когда вы, наконец, от теории перейдете к практике, купите себе Dodge Ram. По большому счету, вы можете купить себе Dodge Ram любого года выпуска и даже в любом состоянии. Его можно всегда починить, его можно всегда апгрейдить. Но это та машина, которую совершенно спокойно завещают внукам. Вот Toyota Tundra, неа, покатались и выбросили. А Dodge Ram, его можно смело брать один на всю жизнь. И этот аппарат не подведет. По нашим дорогам самое оно. По нашим в 10 раз улучшенным дорогам самое оно. Кстати, ваше наблюдение, у нас действительно на 1000% улучшились дороги или как? Вы знаете, вот сейчас товарищ рассказывал про Варшавское шоссе, могу сказать про Каширское шоссе, которое рядышком там, брат или сестра Варшавского. Да, сестрица такая, да. Вы знаете, там в районе МКАДа, допустим, какие-то непонятные параллельные закладки сделали, полицейские, не полицейские. В общем, подвеску там оставляют потихонечку. Вот. А вообще я заметил, что у нас в России дороги проваливаются в среднем в одних и тех же местах. И все время одни и те же дыры латают, одни и те же провалы. Я, конечно, не специалист дорожник, но я понимаю, что, по всей видимости, в этих местах было нарушено, как это называется? Технология. Технология, да. Именно технология строительства этой дороги, и поэтому в одном и том же месте оно проваливается. И еще более того, мне очень поражает, ну, я жил в Подмосковье, и езжу, потому что Володарское шоссе есть такое, и у нас там запрещены движения больших грузов, ну, фур с тележками. Ну, да. И стоят гайцы, и, соответственно, по пропускам там кого-то пропускают, кого-то завращивают, кого-то штрафуют. То есть, я так понимаю, если есть пропуск, то фура сразу становится на несколько тонн легче, по всей видимости, чтобы пройти по этой дороге. Не положено, что там висит так знак, что проезд с тележками для больших грузов запрещен. Вот. Либо определенный сумма денег делает этот легче. Да, причем Московская область получила от Москвы 12 тысяч этих самых пропусков, а Москва себе напечатала их безлимитное количество. Она сказала, а мы тут, в общем, если надо, мы всегда поможем народному хозяйству. Помогают. В общем, вывод получается такой, что, в принципе, это всем пофигу, главное деньги сосыщи, а дороги пусть разбиваются. Вот. И никого дальше не волнует. И, соответственно, чем больше будут ремонтировать дорог, тем, по всей видимости, больше денег отмоют. Вы тоже это заметили? Ну, видимо, да. А дороги стали при этом в тысячу раз лучше, на тысячу процентов. Условно стали, условно, лучше. Да, да, да. И тем более дороги у нас строятся, строятся, будут продолжаться строиться. Поэтому и тысяч процентов это не предел. На троих его даешь, будь он параллелепипед, будь он куб. Ну, далее по тексту. Максим, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Максим. Да, алло. Да, да, да. Слышно меня? Не видно, но слышно. Отлично. У меня к вам такой вопрос. Вот слушаю вашу передачу. Уже наслышался много про те две машины, перед которыми как бы у меня стоит выбор. Подбираю машину жене. Сейчас она ездит на Шевиниве. Ух, мужественная жена какая. Ну, вот она хочет, чтобы это была все-таки машина высокая, поскольку она и на дачу там ездит иногда самостоятельно, а дороги не будем говорить какие. Лучше и лучше, дороги лучше. Значит, на сегодняшний момент я делаю выбор, наверное, между двух машин. Это либо Дастер, либо подороже немножко Йети. Вот, чтобы вы посоветовали, жена, в принципе, ездит немного, но там тысяч десять, может быть, в год она накатывает. В том числе и по Москве, там на даче. Ну, вот как бы вопрос такой. Ручка-автомат, без разницы. После Нивы, после Шнивы, после того автомобиля, у которого прямо там на пороге, если посмотреть, шикарная табличка, выпускается по патенту автоваза. Это тот редкий случай, когда мы американцам, неумехам, всему Шевроле, всему GM-у утерли нос, и мы им продали патент на нашу Ниву, и они ее по патенту делают. Это настоящая Шевроле. Вот после этого грузовика с гвоздями, это такой пожизненный цикл с гвоздями, любая машина, что Дастер, что Йети, это будет абсолютный шедевр. И Дастер, он хорош своей вот уникальной коробкой в сочетании с нулевая передача, двигатель 2.0, бензин, но у него скоро будет, кстати, и нормальный автомат. Йети тоже на автомате. Тут фишка вот в чем. Жену уже можно поберечь, она у вас прекрасно справилась с Нивой, она выжила за рулем этого жуткого совершенно агрегата, она у вас прекрасно получила устойчивый навык механической коробки передач, пересаживайте ее на автомат. Так, автомат есть у Йети, поэтому если вопрос стоит сейчас, то пусть она сядет на Йети с ДСГ. Если там какое-то время еще подождать, можно подождать, когда на Автофрамосе начнут делать Дастер с автоматом. Машина с автоматом по жизни гуманней, удобнее на ней и по городу, и за городом. Внедорожником она при этом, ну, до какой-то степени остается, но это очень правильно, когда жена ездит на автомате. Ну, я вот не знаю, я боюсь насчет автомата, сядет ли она потом на ручку. Я боюсь, что это так расслабит человека. Я-то не особый сторонник автоматов, езжу на ручке, и мне автомат не нужен. Сядет ли она на мою машину в случае необходимости, вот за что переживаю. Скажите, Максим, она у вас раньше пельмени делала вручную дома? И сейчас делает. То есть ничего не изменилось. Этот навык она не утратила, несмотря на возможность облегчить свою кухонную жизнь. Вряд ли она дезертирует окончательно, привыкнув к автомату и отказавшись от механических коробок передач за руль пожизненно машин с автоматом. Этот навык ведь навсегда. И если она до сих пор делает пельмени вручную, то и МКПП тоже никуда не денется из ее биографии. Не бойтесь. Пусть покатается. Она сейчас даже боится сесть на автомат, говорит, я никогда не ездила, боюсь. Ну, а здесь намного все проще, легче, газ, тормоз, все. Знаете, это из ситуации, дорогая, зачем тебе обувь, ты еще коньки не сносила. Автомат, нежная, хорошая машина, пусть у нее будет меньше усилий на преодоление километража каждый день, или как там, раз в неделю, когда она ездит. Вот, хорошая машина. Дальше, как в песне Увертинского, когда его баюкала голубая из панасюиза. Значит, вы рекомендуете Йети, да? С каким двигателем лучше? С любым. Вы можете взять совершенно спокойно 1,2, тогда она будет переднеприводной. Вы можете взять 1,8, тогда она будет полноприводной. Тут уже просто смотрите, исходя из ситуации. Ну, полный привод как-то не очень нужен, она им все равно не пользуется. А в плохую погоду она не выезжает, так что... А вы на Кашкай смотрели уже пристально? На Кашкай? Ну, вы знаете, вот как бы не очень хочется дорогую машину, потому что она стоит под домом там, то есть, чтобы и глаз как бы на нее никто не клал. Вот так, постука-постука. Дайте, Максим, вот вы только что вынесли вердикт Кашкаю, вы его назвали дорогой машиной. Это как раз говорит о безумной политике Ниссана в нашей стране, потому что Кашкай это полноприводная девятка, и уж дорогим он не смеет быть, хотя 800 тысяч он совершенно спокойно требует. Но он не стоит этих денег. Ну, в общем, посмотрите на Йети, но опять-таки, как выбирается машина для жены? Машина для жены выбирается вместе с женой, иначе не получится. Дмитрий, здравствуйте. Алло, вы наконец-то дождались. И я, кстати, тоже... Дмитрий, я вас тоже дождался. Спасибо. У меня к вам вопрос такой. В общем, езжу на Audi A4, 1.8 Turbo 160 лошадей, который... Два года уже езжу с автомобилем, полностью устраивает во всем. Вот как себя дальше поведет вариатор? Вариатор, в принципе, больше 100 тысяч живет с трудом, но поскольку у вас, судя по всему, с машиной отношения сложились, именно ваш случай будет исключением. У вас все пройдет хорошо, и она будет такой же любовью пользоваться. Вы ее любите, она вас любит, этот альянс взаимен. Тем более ведь масло-то она у вас не особо ест, судя по всему. Ну, где-то литр тысяч на 10, на 9 и так. Ой, как хорошо. Нет, Дмитрий, знаете, такую ласточку берегите. Она к вам относится чрезвычайно трепетно, с большой лояльностью, переходясь в искреннюю любовь. Поэтому трепещите, берегите, катайтесь, ничего у вас плохого с ней не произойдет. И вариатор, он, в принципе, должен, ну, по законам физики, сдохнуть сразу. У некоторых он живет, а у вас он проживет очень долго. То есть вообще никаких проблем не будет. Сергей, здравствуйте. Алло. Здрасте. Алло, здравствуйте. Вот я бы хотел такую вещь сказать. Скажите. Я, значит, очень часто езжу в Ивановскую область. Вот, и там есть такой город Тейково. Вот. Ну, мой родной город. Из Москвы вот я добираюсь туда. И скажу вам, что по сравнению с тамошним дорожным покрытием, в Москве дорожное покрытие действительно в 10 раз лучше. Вот. А вы думаете, Собянин сравнивал с Тюменью, с родной? Или с Ханты-Мансийском? Ну, не знаю, с чем он сравнивал. Но действительно, в Москве, как вам сказать, когда вот по весне начинаются ямки, и меня начинает это доставать, я приезжаю в родной город и понимаю, что в Москве просто изумительные дороги. Вот. Такий, гостевой вариант, дорогие немцы, приезжайте, потому что в Тейково вы точно сдохнете на своих тиграх. А вот у нас еще может быть. Там до того доходит, что люди берегут свои машины, не ездят, ездят по такси. Я их понимаю. Такие периоды. И хотел бы вот еще такой вопрос задать. Сейчас у меня машина Hyundai Accent. Так. Таганрогский? Автомат. А? Таганрог? Да, 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 да. Я вот присмотрел такую машину, вот недорогую, я выбирал недорогих минивэнов, и, значит, есть такая машина Mitsubishi Mini Cup. Или там он бокс, праворульная. Японцы делают для внутреннего рынка, но они все делают. У них у всех фирм, и у Honda, и у Suzuki есть такая машина, и у Ducati. Да, они очень похожи, кстати, такой ящик к ящикам. Да, но мне почему-то она очень понравилась, я даже посмотрел, и вот меня только смущают некоторые вещи, вот она может быть же зараженной, и вот привозят, есть люди, которые пригоняют их на поезде. Они светятся в ночи добрыми улыбками, да, я замечал. Ну вот что вы скажете, вот пойдет такая машина, мне просто очень маленький объем двигателя, расход топлива, как бы поразил. Сергей, перестаньте себя уговаривать. Вы себя пытаетесь посадить за правый руль, который в ближайшее время будет объявлен врагом государства номер два. Номер один это все водители, а номер два это те, которые ездят на правом руле. И уничтожение правого руля у нас неизбежно произойдет. В какой момент дадут команду ФАС, мы не знаем. Может быть вы успеете эту машину изъездить, пересесть на левый руль, но ищите все-таки в зоне правого руля. Я понимаю, что кукиш государству показать всегда приятно, но он потом вас погладит против шерсти дубиной, и это будет очень болезненно. Потому что у нас с людьми не церемонятся, запрет могут ввести любой, а вас потом еще и как-нибудь сильно наказать. Перерыв на новости. А если кому поговорить с живым и слоняном 6510996, вопрос, пришедший на сайт от Дмитрия, планируется ли на нашем рынке Chevrolet Orlando Diesel? Он не только планируется, он уже продается. У нас на линии Сергей Викторович. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте, Сергей Степанович. Это из Брянска, Сергей Викторович. Вы сейчас конкретно и два вопроса. Первый вопрос. У меня ТОСАД вариант Б5 плюс американец 1.8 турбо. Ух ты! Вопрос такой. Машина вообще доволен, но вот по поводу АБС хотел вас услышать. И по поводу ЕСП. В работе по снегу и льду и по грязи. Особенно по глине. Так, а проблема уже есть? Нет, проблема нет. Просто удивительно было то, что приходится на грязи выключать. Иначе не можешь просто выехать. А на АБС ведется хорошо. ЕСП у многих машин, у современных в том числе, несмотря на то, что у вас Б5, он не самый-самый мониэлегант. И тем не менее, у многих приходится ЕСП выключать для того, чтобы выбраться откуда-нибудь. Ничего удивительного. Электронный разум пока еще не понимает всех сценариев нашей советской жизни. Ну да, машина бросала. И скажите, как вы относитесь к этому варианту 2002 года? Говорят, в том году были неплохие. Вот у меня остался американец, вообще нареканий нет. Ну, а какие должны быть проблемы у вас? С машиной все в порядке. С вами все в порядке. С Брянском, ну, насколько там по асфальту, тоже все в порядке. Нет, асфальта нет здесь. Ну, да, не завезли, но на самом деле, во-первых, не забывайте, что наша страна победила все, что можно. У нас в стране все шикарно, и мы все построили, и люди у нас счастливые. Ну, нет у асфальта, ну и что? Но Б5, вообще сам по себе аппарат, тем более из Америки, вы от него какого подвоха ждете? Не будет от него подвоха? Вот он будет бегать и бегать. Тем более турбина у него, ну, 150 тысяч она выхаживает. У вас уже есть? Ну, посмотрите, вот у вас, когда исполнится 150 тысяч, в полночь выйдете и гляньте пристально в фары автомобилю. Если в тыкву не превратится, значит, пошел на второй круг. Я понял. И второй вопрос. Вышел Гелендваген, показали это недавно. 6 на 6. Кодовые качества хотелось бы. Об о всем не расскажешь, короткое время, а по ходовым. Про него очень хорошо написала газета Авторевью, потому что они единственные из нашей страны, кто до него дорвался. Они на нем покатались. У него портальные мосты. Представляете себе? Там же все на редукторах. И при этом он валит на все деньги. Он остался внедорожником. Но зачем его нужно было делать, я так и не понял. Потому что пикап с четырехместной кабиной, да еще 6 на 6. Но с точки зрения инженерного таланта блеснули в полный рост. Вот это мастерство. При том, что у него же все блокировки. У него же даже блокируется дифференциал между второй и третьей осью. То есть он удивительный абсолютно аппарат. Это как раз да. Вот в арабских где-то там Эмиратах и просторах по песочку вежливо катаются обеспеченные люди, у которых нет проблемы преодоления того, что непреодолимо у нас. К нам бы эту штуку. Кряк, сказал английская лесопилка, ага, сказали русские рабочие. Вот чего мы добились бы от него. Но то, как он сделан, это шедевр. Я понял. А с ними не говорят. С ними не говорят. Ну, мы же с вами в космос не полетим. А так вполне могли бы себе позволить вместо одного другое. Все было бы хорошо. Всеволод, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Расскажите про твою эту венцу. А что про нее? Вот она поразила всех своей, что называется, нетрадиционной внешностью. То есть ее у нас не продавали, потом вдруг сказали, ура, будет у нас венца. Это просто легковая машина. Она хороша своей привлекательностью. На улицах такого нет. Первое время все будут на нее глядеть вслед. По сути своей, ну, 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 наверное, даже не Camry, наверное, даже Avensis. Хороший полноприводный аппарат. Ну, вот ключевые слова полноприводные здесь. Да. И это нормальный легковой полнопривод. Это ни в коем случае машина, не позволяющая съезжать вам даже к газону. А им не надо. Я за МКАП не выезжаю. Вы ездите по улучшенному на тысячу процентов асфальту. Совершенно верно, по нему. И на венце в городе у вас все будет великолепно, потому что кузов универсал, место есть, полный привод, мощный мотор, все красиво, очень симпатично. А вот ваше личное мнение, вообще оно того стоит? Как всякая Toyota, ни в коем случае она этого не стоит. Но... А почему бы не купить? Почему бы не развлечься? Знаете как? Многие поступки в нашей жизни нерациональны. Вот время можно посмотреть и по часам стоимостью 500 рублей, но почему-то хочется за 1000 долларов. От этого время не меняется. Но приятно же. Ну вот когда такая возможность есть. Ну приятно. Ботинки, которые не текут, начинаются с отметки тоже, может быть, рублей где-то в 700. Но хочется за 5000. Они просто симпатичнее выглядят. И Toyota это контора в нашей стране, которая, к сожалению, требует с нас денег в три конца. Непонятно за что. Я удивляюсь на тех, кто платит. Но почему бы не побаловать себя? Да черт с ними, с японцами. Ну если нравится. Роман, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. По поводу дорог. Нужно много думал. И вот картинка-то у меня сошлась. Не обманывают нас. Никто ведь не говорил, что дороги стали лучше. Локальных разрушений стало в 200 раз меньше. На 1000% стало меньше. Там, где было 9 ям, там дороги не осталось. То есть не считается. Не считается. Ни дорога. Москва стала больше. Магистрали вроде бы не так обильны дырками. То есть палатна добавилась. Удельное содержание дырок вроде бы как тоже снизилось. Вот и все. И плюс еще раз хотел рассказать историю, как я видел, ремонтировали дороги в Перми, мороз. Это шикарно. Два приема. Первый шаг заливаем, засыпаем вернее ведро щебня, второй ведро воды. Дырка отремонтирована. На морозе все схвачивается. Отлично. В общем, ездить можно. Это такой пермский зимник. Ну, да. В общем, да. Ну, частью, что в Москве это нельзя ли на вооружение пока? Пока. Ну, у нас, на самом деле, эта технология тоже применяется, потому что у нас зимой очень любят починить. Это все-таки хорошо оплачивается. Поэтому все варианты заработка приветствуются. И вот эти вот дорожные варианты, почему бы и нет, к сожалению, мы имеем великолепные технологии на вооружении во всей стране. Дарья. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Сергей. Приятный женский голос. Наше мужское однообразие наконец-то прервано. Да, ну вот прервано оно вопросом по коробке Subaru Forester 2008 года. Я проехала уже 165 тысяч, и вот, в принципе, начались недавно подергивания. И хотелось бы понять причину и как их устранить. Приехать к официальному дилеру, отдать ему ключи от квартиры, визу Gold и еще кого-нибудь в заложнике. Вас аккуратно разорят, и после этого вы будете всю оставшуюся жизнь ремонтировать у них коробку. Все очень просто. Другого варианта нету, да? Есть еще два варианта. Самостоятельно купить новую коробку, потому что, скорее всего, ну, там в коробке есть чему поломаться. Многое из этого неремонтопригодно. То есть 165 тысяч это для очень пытливых рук. Для человека, который готов разобрать конкретно эту проблему решить. И это второй вариант под названием Здравствуй, гараж! Здравствуй, умелец! Но проще агрегатный ремонт. Вот то, что называется контрактные коробки. Они же контрактные агрегаты. Это когда с убитого японца обломок трупа привозят в нашу страну, инсталлируют, и все становится хорошо. Хорошо, спасибо. И вот, знаете, еще один вопрос хотелось бы узнать по поводу либо, скажем так, многоместного джипа, либо по поводу микроавтобусов с высокой проходимостью. Что вы могли бы посоветовать в районе двух с половиной миллионов? Ну, вот таких микроавтобусов уже больше не делают, потому что была Mitsubishi Delica, она действительно была и микроавтобусом, и внедорожником. Сейчас Delica существует, но она сделана на ходовке от Outlander, поэтому это просто полноприводная машина. Поэтому уходить надо, соответственно, в сторону внедорожника, то, что вы называете джипом. За два с половиной миллиона практически весь рынок, начиная от универсального Туарега и какого-нибудь Grand Cherokee. Тут уже потихонечку вы подступаетесь к Land Rover Discovery. Здесь же особняком стоят побрякушки типа Honda Pilot и Ford Explorer, легкое стадо корейцев рядышком. Все зависит от того, как серьезно вы собираетесь рубиться с бездорожьем, потому что можно перейти еще и там на Pajero Pajero Sport более утилитарный и двинуть в сторону, например, мирового пикапа строения. То есть у вас выбор неплохой. Там даже можно себе позволить Land Rover Defender. Правда, в этом ящике с гвоздями вам будет трудно. А вот по поводу сервисов, как дела обстоят? У всех сервисы отвратительные. Все сервисы построены по принципу «Я тебя ограбила, улыбнись мне, пожалуйста, денег отдай». «Субару» это вообще уже не страшно. Да, сервис «Субару», он, наверное, один из самых фантастических. Но сервисы, где вас ждут и любят, я не встретил ни разу. Тем более, что вот сейчас, когда нужно бороться за качество персонала, проще этого выгнать. Взять еще пятерых, выгнать пятерых, взять еще десятерых, выгнать девятерых, одного оставить. А всерьез готовить человека, учить человека, тем более создавать ему мотивацию, поднимать ему зарплату, платить ему социальный пакет. Это вкладываться. В нашей стране люди одноразовые, мысли одноразовые, жизнь одноразовая. Поэтому и сервис точно такой же. И, конечно, я понимаю, что вы человек закаленный, после «Субаровского» вам ничего не страшно, но, знаете, «Лендроверовский», например, он тоже может такими перлами порадовать, что мало не покажется. И «Мерседесовский» такой же, и «БМБшный». Ну, про корейцев не говорю, там завышенная самооценка, соответственно, завышенная норма часа. У французов иногда бывает ничего, но тут нужно, знаете как, проверять на себе, вот если не надоело. Так что с сервисом ничего счастливого вас не ждет. Но, к сожалению, к сожалению. Ну, это честно, по крайней мере. Да, и как только у вас есть возможность, вот если вы понимаете, что с машиной повезло, вы купили новую, хорошую, половину работ вы можете аккуратно начинать делать тайком от дилера в любимом гараже у любимого мастера. У человека, который к вам относится, что называется, с каким-то, ну, персональным оттенком ответственности, к которому вы приедете первый раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. Если хотите, то найдите меня где-нибудь в Фейсбуке, я вам дам телефон того мастера, у которого обслуживаю все свои машины, и к нему, собственно, очень много людей так и приезжает. Какие-то работы, вот такие очевидные, там, замена масла, фильтра, они делают у официального дилера, чтобы им поставили штампик, чтобы не скинули с гарантии. А как только есть какой-то вопрос, они приезжают к мастеру, мастер начинает очень аккуратно, не разрушая ничего, созидать в этой машине. А когда истекает гарантийный срок, то просто спокойно люди уходят в гараж и имеют уже там персональное отношение, персональную любовь. На этом все на сегодня. До завтра.